Всем привет! С вами канал Armour Master. Сегодня у нас обзор и рассматривать мы будем модель советского опытного танка Т-50 проекта Кировского завода от WeBuildTanks. Самым массовым советским довоенным танком был танк поддержки пехоты Т-26. К концу 30-х, начало 40-х он уже капитально так устарел и шли активные работы по созданию его сменщика. Вылилось это все во множество различных проектов, опытных танков и так далее, но тем не менее к 40-му году наладить производство сменщика так и не удалось и продолжались изыскательные работы. Очередной виток процесса создания сменщика Т-26 произошел в 40-м году. Три завода представили свои проекты, 185-й завод, 174-й завод и Кировский завод. В итоге у 185-го завода в очередной раз не срослось и в некий условный финал конкурса вышли Кировский и 174-й завод. Забегая вперед, можно сказать, что именно машина 174-го завода и стала тем Т-50, который мы знаем, а вот Кировский завод представил свою достаточно оригинальную машину. В целом по корпусу он напоминал несколько уменьшенный КВ, а вот башня была очень похожа на немецкую тройку. Ну, с учетом того, что совсем недавно немецкая тройка была Советским Союзом куплена, наверное, в этом нет ничего удивительного и тем более ничего постыдного. Оба завода выкатили свои танки на испытания, вернее их прототипы, и испытание показало, что обе машины недоведенные и обе машины надо дорабатывать. А дальше произошла какая история? Для 174-го завода сменщик Т-26, Т-50 был, в общем-то, основой их производства. Для них это было критично, важно, им было не все равно, что производить и им было где это производить. А вот с Кировским заводом ситуация была иная. Интерес к Т-50 у них быстро угас. Почему? Потому что Кировский завод загрузили тяжелыми танками, прежде всего разработкой перспективного КВ-3. Естественно, на не свой танк сил и времени у них уже особо не осталось. Поэтому после первых испытаний Кировский завод очень сильно к своему проекту Т-50 охладел. Потом был принят на вооружение Т-50-174-го завода, а экспериментальный образец Кировского был эвакуирован на Урал, где, в общем-то, и сгинул. Инструкция. Ну, в отличие от предыдущего 3D-печатного танка, здесь она хотя бы присутствует, она русскоязычная, опять же, потому что производитель российский. Есть небольшая историческая справка, рекомендации по сборке и даже промаркирована, какая из деталей чем является. В общем, и целом, наверное, неплохо. Правда, полноценной схемы сборки здесь все-таки нету. Только, так сказать, виды танка со всех сторон. Но здесь присутствует QR-код. Если пройти по этому QR-коду, вы пойдете в группу ВКонтакте, где показаны фотографии и последовательно сборки данной модели. То есть, нельзя сказать, что здесь, конечно, инструкция какая-то хорошая, выдающаяся, но на общем фоне 3D-печатных моделей, мне кажется, вполне нормальная. То есть, если мы еще по ссылочке перейдем, там все увидим, а мы перейдем и там действительно все увидим, то в целом будем считать, что приемлемо. Ну, схем окраски, конечно, никаких нет, но танк был просто зеленый. Опытная советская техника никаким особым образом не выкрашивалась. Детали. Ну, детали выполнены, повторюсь, методом 3D-печати. Причем, надо сказать, что, судя по всему, скажем так, разрешения принтера немножечко все-таки недостаточно. То есть, мы посмотрим, например, на маску. Да, я не знаю, будет, видно, не будет. Но при таком рассмотрении внимательном видны, как некие ступенечки. Да, также вот микроступеньки видны здесь вот на каточках, что не очень хорошо. Также обратил я внимание, что надгусеничные полки той частью, которой они крепятся к корпусу, имеют такую неровную, несколько как волнистую форму. Посмотрим, насколько легко это будет выправить. Ну, естественно, прозрачных деталей перископов здесь нету. Люк, видите, отлит вместе с башенкой в один элемент. Ну, и в целом, ну, конечно, сборка покажет, но все-таки подшлифовать и подобработать придется. Ну, и да, немножечко все, конечно, замыленное. То есть, для такого, как бы, если сравнивать с LND, да, или хуже того, со смолой, то все хорошо. Если сравнивать с современным литьем высокого давления, то, мне кажется, чуть-чуть все-таки не дотягивает. В следующем пакетике идет вот такая россыпь деталей. Значит, смотрите, для фар как бы формально есть прозрачные элементы, но они настолько грубо сделаны, настолько они криво пробойником пробиты, что, наверное, имеет смысл фары поменять все-таки на эльфовские. Далее, сетки. Во-первых, они что-то как-то немножко деформировались, да. Это, кстати, не самое деформированное. Внутри башни у меня вообще аж вот такая вот лежала. Вот. Второй момент – это, конечно, их непрозрачность. Вот с непрозрачностью, наверное, самый неприятный момент. То есть, менять здесь как-то на травление, наверное, проблематично, а оставлять их глухими тоже не очень хорошо. Далее, ствол орудия. Ну, ладно, сорокопятки мы купим точеные, я на вот это даже смотреть особо не буду. Понятно, что там все плохо, да. И деталь корпуса, я так понимаю, что кормовая. Ну, тоже вот, ну, чуть-чуть все как-то замылисто. Да, немножечко замылисто. Здесь, кстати, явных вот проходов нету. А вот здесь они, кстати, и есть. Как раз между соединениями, да. Но обработка, да, обработка потребуется. Обработка потребуется, и замыленность, и все вот это. И самое главное, что под грунт, да, под краску это не уйдет. То есть, обрабатывать, все-таки шлифовать придется, придется шлифовать сквозь рельеф. Поэтому будьте готовы к тому, что обработка потребуется. И довольно значительная в данной модели. Корпус. Корпус в одну деталь. Что приятно, это то, что на нем нету поддержек. Да, то есть, поддержки, видать, где-то в другом месте остались. Судя по всему, здесь вот они были. Здесь некие следы остались. Кстати, возможно, их придется еще и зашлифовывать, и зашпаклевывать. Далее, вот здесь вот очень явная лестница. Вот, я надеюсь, что будет видно. Вот прям по вот этой детали очень заметная. Соответственно, будем прошлифовывать. Снизу какой-то рельефчик, но крепежные элементы еле-еле заметные. По уму их надо будет менять, конечно, на заклепки. Вот, мастер-клаб. Вот здесь вот у нас образовался некий шов. На прототипе его, по-моему, нет. Поэтому надо будет либо шлифовать, либо шпаклевать. То есть, здесь это явно какой-то технологический стык. Ну, а в остальном так вроде более-менее. Башня и еще ее кормовой люк. И, я так понимаю, лобовая деталь корпуса. Кстати говоря, да, получается, что на корпусе там ступеньки не обязательно убирать. На них все равно вот этот элемент сверху встанет. А на нем, кстати говоря, лесенки я не вижу. Ну, вот здесь множество поддержек, их надо будет убрать, зашлифовать. Но в целом более-менее. На боковой части маски, опять же, присутствует небольшая ступенистость. Но, по идее, там ее можно будет без каких-либо глобальных проблем убрать. И также вот здесь у нас идет шов, который тоже надо будет обрабатывать. На прототипе в этом месте шва нет. Здесь вот тоже, вы видите, достаточно такая серьезная лесенка. Но, опять же, вот эта деталь сверху встанет. Тут никаких проблем. Ну, естественно, люки не открываются. В танке пусто. Я думаю, что с этим все понятно. Это как претензий не считаем. Ну, и последнее, это поддерживающие ролики. Еще пара фар. Различные мелочевки, я так понимаю. Отбойники. И гусеницы. Ну, гусеницы, кстати, хорошо. Видите, в гребнях у нас присутствуют отверстия. Явно видны пальцы на траках. Боковая поверхность тоже, вроде бы, хорошая. И беговая дорожка нормальная. Вот здесь только у меня что-то отломалось немножко. Ну, я думаю, что выправим. Но, в целом, вполне себе симпатично. И все, больше у нас здесь ничего нету. Ни прозрачных каких-то дополнительных деталей. Ни травления, ничего подобного. Подведем итоги. Достоинства и недостатки в описании. Я вкратце расскажу о впечатлениях. Впечатления двойственные. То есть, если сравнивать с современными, особенно топовыми модельками, выполненными по технологии литья высокого давления, с учетом их зачастую еще и хорошей комплектации, литья, проработки всего остального, модель, конечно, не дотягивает. Ну, откровенно не дотягивает. Здесь есть нюансы и по печати, и по деталировке, и по всему остальному. С другой стороны, корректно ли сравнивать модель опытного экспериментального танка с ЛВДшными топчиками? Если мы посчитаем, что не очень-то корректно, и сравнивать это надо все добро со смолой, либо с моделями, выполненными по технологии литья низкого давления, то здесь все более чем неплохо. По проработке, по изготовлению, по качеству поверхностей уж точно лучше ЛНД и кривой смолы. Отдельный момент, что, на мой взгляд, вполне разумная и цена, в отличие от тех же моделей резинскейла, здесь все вполне демократично и доступно простому моделисту. Поэтому вердикт, в общем-то, достаточно стандартный. Если вам интересна модель данного редкого прототипа, а, скорее всего, она вам будет интересна не из-за, так сказать, исторической его части, а мы понимаем, да, что из-за игры в танчик, поэтому если вам интересен данный конкретно прототип, да, то я думаю, что вполне можно брать. Маловероятно, что в ближайшее время данная модель появится в пластике и в хорошем качестве. Однако, если для вас прототип не особо интересен, то и пройти мимо тоже вполне себе можно. То есть, ничего тут экстраординарного я не вижу. Хотя, в принципе, как первую 3D-печатную модель вполне можно и попробовать, опять же, с учетом вполне адекватной, вполне разумной цены. А там дальше, если вам понравится работа с 3D-шками, тогда уже можно и более дорогие рассматривать. Ну, а если вы поймете, что это не ваше, и лучше все-таки заниматься дальше литьем высокого давления, ну, тогда, пожалуйста, продолжайте невелика, в общем-то, потеря. Вот, в общем-то, и все. Если вам было интересно, ставьте лайки, чтобы быть в курсе новых выпусков. Подписывайтесь. С вами был канал Армормастер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok